Добрый день. Сегодняшняя лекция посвящена эконометике, то есть применению методов математической статистики к решению экономических задач. Но надо сказать, что современная эконометрика рассматривает эти вопросы гораздо шире. Сегодня в области эконометрики можно отвести маркетинговые исследования, планирование экспериментов экономических, вопросы анализа бизнеса с точки зрения оценки предприятий и очень многие другие вопросы, макроэкономическая статистика и другие. И все эти вопросы обладают своей спецификой. Мы постараемся кратко в этой лекции отчасти отметить эти особенности, но вначале посмотрим те классические методы, которые применяются в экономике. Прежде всего, это метод главных компонент, метод максимального правдоподобия, а также индексы. Итак, в каких ситуациях применяется метод максимального правдоподобия? Если мы рассматриваем множественную регрессию, и у нас имеется нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии, то это приводит к ненадежности оценок регрессии. Вот это явление связи объясняющих переменных, оно называется как раз мультиколлинеарностью. То есть понятно, что здесь у нас речь идет о том, что мы пытаемся с помощью статистических методов исследовать, скажем, зависимость каких-то величин от некоторой группы объясняющих переменных и исследовать их взаимосвязанность. Так вот, идея метода главных компонент, вернее его назначение, состоит в том, чтобы устранить вот это явление мультиколлинеарности путем перехода от рассмотрения регрессии со старыми объясняющими переменными к рассмотрению регрессии с новыми объясняющими переменными, которые вот и называются главными компонентами. В чем смысл вот этой замены, и что она, так сказать, дает, и каков от нее ожидается результат? Ну вот, прежде чем рассмотреть это несколько более подробно, посмотрим, как мы можем это отделить, вот, так сказать, избавиться от этой взаимоувязанности объясняющих переменных. Дело заключается в том, что из-за мультиколлинеарности невозможно отделить влияние отдельной объясняющей переменной от влияния всей совокупности объясняющих переменных. Это, так сказать, еще один из ее недостатков, порождаемых этим явлением. И поэтому параметры регрессии, вот их можно обознатить через β1, β2 и так далее, они условно показывают степень влияния на зависимую переменную и независимых объясняющих факторов. И вот так, допустим, у нас имеется модель регрессии, которая не обязательно линейна. И вот здесь у нас, скажем, есть одна объясняющая переменная, и вот ε2, это как раз и есть те случайные воздействия, которые присутствуют в этой зависимости. Итак, что здесь нас прежде всего интересует? Дело заключается в следующем. Если у нас имеется две объясняющих переменных, предположим, и они связаны между собой, то вот можно представить эту зависимость таким образом, что у нас одна объясняющая переменная влияет на ту переменную, которую мы хотим исследовать, а вторая переменная влияет частично только в той именно части, в которой она независима от первой. То есть мы можем представить новые объясняющие переменные через старые, вообще говоря, следующим образом. То есть вот у нас имеется система линейных уравнений, значит, здесь у нас х1, х2, это старые объясняющие переменные, у1, у2, это новые объясняющие переменные, и задача наша заключается в том, чтобы найти вот эти новые объясняющие переменные, причем таким образом, чтобы у1 не зависел от у2, в отличие от х1 и х2, которые между собой имеют определенную зависимость. Ну, не вдаваясь в детали этого вопроса, в том смысле, что, так сказать, проповедены, конечно, многими учеными в течение многих уже столетий, можно сказать, эти исследования, которые позволяют сделать следующие важные утверждения. Вот, прежде всего, вот эти вот уравнения, они показывают, что переменные, новые объясняющие вот эти главные компоненты, они независимы, это первое. И второе, поскольку они выражаются через вот исходные объясняющие переменные вот в виде таких линейных соотношений, то должно соблюдаться и вот это условие. Иначе говоря, это одно и то же условие, только записано в разной форме. Так вот, возвращаясь к сказанному, можно сказать, что вот эти новые объясняющие переменные могут быть найдены через старые объясняющие переменные. По следующим формулам, которые мы видим сейчас на экране, здесь это дисперсия, и вот это старые объясняющие переменные, это новые объясняющие переменные, они могут быть рассчитаны по этим формулам, и тогда у нас можно добиться того эффекта, который мы и хотели. То есть избавиться от взаимозависимости объясняющих переменных. Итак, что же мы, так сказать, сделали в данном случае, проведя эту замену? Мы заменили старые переменные на новые, и вот эта новая переменная, она обладает такими свойствами. Она, ее математическое ожидание равно нулю, а дисперсия равна единице. Линейная комбинация объясняющих переменных, ну, ее можно... Она тоже вот обладает такими свойствами, что сумма отклонений, объясняющих переменных от выборочного среднего, оно для каждого, для каждой вот переменной равно единице. Сумма квадратов отклонений, вот этих коэффициентов. Итак, попробуем это теперь формулировать несколько, может быть, более четко и, по возможности, более конкретно, поэтапно. Итак, агрегирование объясняющих переменных, которые математически проявляются в мультиколлинеарности, приводит к следующим недостаткам. Первое. Это оценки коэффициентов становятся нестабильными. Небольшое изменение статистических данных приводит к сильному изменению оценок. Далее. Оценки коэффициентов могут получать знаки, не имеющие экономического смысла. Значения, не имеющие экономического смысла. Далее. При слишком большом стандартном смысле, слишком большие стандартные ошибки делают малозначимые отдельные переменные. И поэтому соответствующие коэффициенты, характеризующие статистические ряды и статистические связи, в частности, коэффициенты регрессии, они мало могут характеризовать ситуацию недостаточно конкретно, недостаточно четко. Итак, это вот недостатки, с которыми мы пытаемся бороться, применяя метод главных компонент. Теперь основная его идея таким образом заключается в том, чтобы заменить объясняющие переменные, которые имеют между собой статистическую связь, новыми, которые мы называем главными компонентами, таким образом, чтобы эта статистическая связь между ними отсутствовала. Для, вообще говоря, применения метода главных компонент осуществляется в три этапа. На первом этапе вместо объясняющих переменных х рассматриваются новые переменные, которые вычисляются здесь немножко другое обозначение уже введено. Там у нас были у, здесь у нас х и, связанные со старыми переменными таким образом. Далее, на втором этапе для ковариационной матрицы переменных мы находим собственные числа и соответствующие им собственные вектора. То есть это просто, в данном случае, мы объясняем общие правила применения этого метода поэтапно. Далее. Первая главная компонента получается при этом по следующей формуле, где L — это координаты вектора, соответствующего наибольшему собственному числу. L — это собственное число матрицы. И дальше отыскиваются последующие главные компоненты. Каждая следующая катая главная компонента получается по следующей формуле. Ну, здесь полезно использовать меру информативности первых как главных компонентов. Для этого существует такая простая удобная формула, где λ — это собственные числа соответствующих матриц. То есть это когда мы заменяем, скажем, берем минор матрицы и вместо столбца подставляем соответствующую главную компоненту. Таким образом, мы кратко рассмотрели метод главных компонентов, прежде всего его основную идею. Конечно, разумеется, когда вам придется применять этот метод на практике, то для этого нет необходимости, так сказать, ну, нет, наверное, не необходимости, не возможности пытаться вот из того объяснения, которое я попытался вам сегодня сделать, а непосредственно его использовать и применять, так сказать. Для этого есть достаточно справочной литературы, которая будет показана в конце лекции. Самое главное — вам понять, для чего он применяется, какова цель его применения и каково назначение этого метода. Обратимся теперь далее к следующему вопросу. Мы теперь переходим к рассмотрению метода максимального правдоподобия. Здесь вот мы видим формулу получения оценок наибольшего правдоподобия, но прежде чем более подробно рассмотреть ее содержание и ее смысл, необходимо пару слов сказать о назначении этого метода, и это, пожалуй, главное, что следует подчеркнуть, и для чего этот метод применим, и в каких ситуациях к нему следует обращаться. Дело заключается в том, что всякая статистическая выборка, она является именно выборкой, то есть это предполагается наличие некоторой генеральной совокупности, то есть большой массы, по сути дела, неопределенно большой, даже, может быть, сказать, бесконечно большой массы некоторых статистических реализаций, какой некоторой случайной величины, из которой мы получаем выборочным методом определенную статистику, которую пытаемся обрабатывать. И вопрос заключается в том, что вот эта выборка, она никогда не является абсолютно точным и полным отображением генеральной совокупности. Вот метод максимального правдоподобия, это, простите, метод, да, метод максимального правдоподобия, он позволяет как раз выделить те наиболее существенные характеристики выборочных данных и таким путем получить более качественные оценки. Вот наиболее правдоподобным значением считается такое, которому соответствует наибольшее возможное значение вот этой величины L. Давайте теперь посмотрим несколько подробнее на рассмотрение этого метода. Итак. Рассмотрим следующую вот ситуацию. Предположим, что у нас имеются некоторые статистические данные, и мы хотим получить их оценки. Прежде всего пронумеруем подряд с первого, начиная с первого числа, календарные дни в отчетном периоде и обозначим через TN номер дня, в котором имела место N по счету поставка. То есть, ну, в данном случае мы рассматриваем ситуацию, когда происходят определенные поставки определенных продуктов. И вот здесь на этой формуле мы видим, что вот мы рассматриваем вот это DN, это объем поставки, который равен вот TN плюс 1 минус TN, значит, это у нас момент поставки, сроки поставки. Далее. Мы можем подсчитать вероятности этих поставок. Но наиболее простым предположением о законе распределения вот этой случайной величины DN, то есть периода поставки, является следующее, что в каждый день рассматриваемого периода поставка производится с некоторой вероятностью, вот это вероятность P как раз, и, следовательно, не поставка с дополнительной вероятностью единицы минус P. Поэтому вероятность того, что от одной поставки до другой пройдет именно ровно K дней, равно произведению, вот как раз представленному на этой формуле. легко проверить, что средняя продолжительность интервала поставки может быть при этом исчислена вот таким образом. Иначе говоря, эта величина обратная вероятности вероятности поставки. Одним из наиболее общих и широко применяемых приемов оценки параметров случайных величин является как раз метод максимального пробудоподобия. В данном случае для его применения, вот в рассматриваемом нами примере, необходимо определить показатель L правдоподобия наблюдаемых фактических данных, исчисляемый как вероятность того, что случайно реализуются именно такие интервалы поставок, которые наблюдались на самом деле. Иначе говоря, вот эта величина L представлена на данной формуле, которую мы уже немножко рассматривали только что, она является как раз отражением, характеристикой правдоподобности использования данной величины. Вот этой формуле можно дать два главных объяснения. Первое, что средний интервал поставок определяется как среднеарифметическое, ну, это достаточно очевидно, из отдельных интервалов, и второй, что средний интервал поставок определяется как интервал между первой и последней поставками, отнесенными к числу интервалов. Вот оценки по методу максимального правдоподобия и обладает целым рядом важных положительных свойств. Это вот формула, которую мы только что рассматривали. А вот теперь обратимся к свойствам. Вот здесь мы видим, что, имея... Во-первых, это достаточно простая формула для расчета. А во-вторых, мы видим, что вот эта характеристика S, она... Это дисперсия оценки. Она обладает тем, что ее фактически уже невозможно улучшить какими-то другими методами. Какими бы то ни было другими методами. Итак, существуют, таким образом, две главные проблемы, которые необходимо учитывать при применении статистических методов. С одной стороны, это нужно обеспечить по возможности независимость объясняющих переменных. Вот это помогает сделать метод главных компонент. И с одной стороны. И с другой стороны, нужно по возможности обеспечить, чтобы полученные нами данные на основе выборочного обследования были по возможности более представительными. И вот это помогает сделать метод максимального правдоподобия. Обратимся теперь к динамическим рядам, к динамическим статистическим рядам. Значит, динамический ряд представляет собой численные значения определенного статистического показателя в последовательные моменты времени. То есть, в данном случае, термин «динамика» используется именно как указание на то, что речь идет о статистических данных, относимых к определенному моменту времени. Возникает проблема сглаживания статистических рядов. Вот существует один из способов сглаживания. Состоит в том, чтобы укрупнять интервалы. И таким образом выделять более крупные моменты времени. И тем самым происходит автоматически определенное сглаживание. Но очевидно, что такой способ и существенно огрубляет полученные результаты. Другим способом сглаживания является способ, так называемый способ скользящий средний. Иначе говоря, это замена фактических значений рядом подвижных скользящих средних, которые рассчитываются для скользящих интервалов и относятся к середине каждого из них. Но это нетрудно себе представить чисто графически или геометрически, как были образно. То есть если у нас имеется статистический ряд, и мы берем средние, и потом смещаем интервал, и каждый раз подсчитываем среднюю, таким образом у нас получается определенная кривая линия, которая вот и будет сглаживать исходную статистическую информацию, представлять ее в виде некоторой зависимости. Далее. Ну и существуют еще, конечно, аналитические способы выравнивания и сглаживания, которые заключаются в том, чтобы подобрать некоторое аналитическое выражение, то есть какую-то функцию, таким образом, чтобы она отображала статистические данные. Ну, это, по всей вероятности, уже известно, я думаю, потому что это один из наиболее часто применяемых методов сглаживания, и одним из главных приемов, на котором строится этот метод, это метод наименьших квадратов. Идея метода наименьших квадратов заключается в том, чтобы провести линию таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений вот этой теоретической линии от фактических реализаций была минимальна. Вот эта вот идея метода наименьших квадратов, она вообще очень широко используется в статистике для разных целей, в том числе и для того, чтобы строить сглаживающие аналитические выражения для статистических зависимостей. Наиболее часто применяемые выражения для сглаживания это прямая, полином, обычно не выше пятой степени, но полином это функция такого вида, что, допустим, у равняется ах плюс а плюс bх плюс cх квадрат плюс dx куб и так далее, вот не выше пятой степени. Логарифмическая кривая, экспонента, то есть e в соответствующей степени, или тригонометрические функции. Это наиболее характерные функции, используемые для сглаживания. Вот здесь, конечно, надо еще отметить, что обычно применение каких-то особенно сложных функций для сглаживания, вообще говоря, нецелесообразно, потому что ошибка и пределы точности, в которых может применяться тот или иной статистический метод, они очень, как правило, не так велики, чтобы имело смысл делать очень точные сглаживающие кривые. Вообще, в принципе, можно подобрать полином высокой степени таким образом, чтобы он буквально проходил почти через все точки, если там нет, конечно, многозначных значений, если в разные моменты времени были разные значения, скажем, функции, то можно провести полином через все функции, то есть добиться идеального как бы сглаживания, но на самом деле при этом будет потеряна вот эта средняя линия, которая, в общем-то, является на самом деле отражением существующей зависимости. Потому что если у нас имеется некоторая зависимость, то она именно сопровождается статистическими шумами, и вот эти колебания, их сглаживание, оно как бы их исключает и показывает ту зависимость, которая имеет место в этом зашумленном статистическом массиве. Поэтому вот и применяются только вот эти уже названные кривые для сглаживания, потому что, вот как я уже говорил, нет необходимости применять какие-то более сложные зависимости, например, полиномы более высоких степеней, так, чтобы при этом не упустить именно той зависимости, которую мы хотим выделить. То есть здесь как бы уточнение, оно может дать обратный результат, и вместо того, чтобы получить более качественную зависимость путем повышения, допустим, степени полинома, мы на самом деле получим ее менее качественную. Итак, мы рассмотрели несколько особенностей, несколько способов обработки статистической информации, и теперь вот мы можем обратиться как бы к некоторому обобщению, то есть посмотреть те условия, при которых можно считать, что статистические данные и методы их обработки дают нам достаточно хороший результат. Вот существует так называемое условие Гаусса-Маркова, в частности, для регрессии, которые как раз и обобщают все требования, которыми должна обладать статистическая информация, чтобы ее обработку можно было производить достаточно простыми прямыми статистическими методами. Итак, в чем заключаются эти методы, эти условия? Значит, ну, прежде всего надо сказать, что условия Гаусса-Маркова, они относятся к модели регрессии. Так вот, первое требование в том состоит, что случайный член регрессии в каждом наблюдении имеет нулевое математическое ожидание. То есть, предполагается, что одно статистическое испытание как бы не влияет на другое статистическое испытание, и реализация, полученная в каждом испытании, имеет нулевое математическое ожидание. Далее. Дисперсия случайного члена регрессии не зависит от номера наблюдения. По-видимому, это понятное требование. То есть, если мы их скажем номерой, мы делаем наблюдение в каком-то порядке, то сам по себе этот порядок, он не влияет на дисперсию. Следующее требование. Следующее условие. Случайные члены регрессии в разных наблюдениях не зависят друг от друга. То есть, ковариация между ними равна нулю. Это примерно отличается, это условие, от первого тем, что здесь речь может идти о не обязательно последовательных испытаниях, а вообще все случайные члены регрессии, они вот не зависят друг от друга. Ну и, наконец, последнее. Четвертое условие. Состоит в том, что случайный член регрессии и объясняющие переменные в каждом наблюдении независимы друг от друга. случайный член регрессии и объясняющие переменные в каждом наблюдении независимы друг от друга. А вот эти вот условия Гаусса-Маркова, они как раз и являются, как я уже сказал, обобщением всей совокупности требований. То есть, они как бы необходимы и достаточны. В математике есть такой термин необходимые и достаточные условия. То есть, иначе говоря, если выполнены все эти условия и только эти условия, этого уже достаточно, и это необходимо вместе с тем, для того, чтобы можно было применять, так сказать, статистические методы обработки информации, и при этом не возникали те погрешности и те потери, которые, может быть, оказались неучтенными или незамеченными в следствии каких-то, в следствии нарушения этих условий. А вот в чем же могут заключаться эти условия? Нарушение этих условий. Вот одним из них является явление, так называемой, автокорреляции. Вот автокорреляция — это нарушение третьего закона Гаусса-Маркова. Ну, можно сказать, закона. Потому что эти условия, они являются, в общем-то, математическими законами, в том смысле, что они вот соблюдаются неукоснительно в этих случаях, в случаях обработки статистической информации. Так вот, возникает автокорреляция, значит, существует автокорреляция — это нарушение третьего условия Гаусса-Маркова. Что в этом случае получается? Автокорреляция приводит к увеличению дисперсии оценок параметров регрессии и получению неэффективных оценок. Иначе говоря, вот стандартные ошибки, вычисленные по автокорреляции, при этом оказываются заниженными по сравнению с истинными значениями, и возникает также... Да, но смещение при этом оценок не происходит. А сама автокорреляция, она не порождает смещение. Ну, то есть, если, короче говоря, при наличии автокорреляции, если мы будем считать, например, математическое ожидание, то оно будет не смещенным. Даже при наличии автокорреляции. Ну, вот, различают различные еще виды автокорреляции. Ну, в частности, автокорреляции первого порядка — это такая ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях. Есть еще так называемая авторегрессионная схема первого порядка. Это частный случай автокорреляции первого порядка, когда зависимости между последовательными и случайными величинами описывается вот такой формулой. Так, ну, здесь, по-видимому, все достаточно понятно. Значит, это случайный член, r — это константа. Значит, имеется в виду последующий, вот uk плюс 1 от предыдущей uk. Возможно, положительная автокорреляция и отрицательная. При наличии автокорреляции может, возможно, так называемая лаговая переменная. То есть это наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемой как объясняющей переменной. То есть вот это, значит, специально введенная дополнительная переменная, которая позволяет учитывать и отображать вот эту зависимость последующих наблюдений от предыдущих. Есть еще такое важное понятие, как гетероскодистичность. Вот гетероскодистическая модель — это частный случай обобщенной регрессионной модели, когда матрица диагональна, и на диагонали стоят разные числа. В данном случае идет речь об матрице коэффициентов, о матрице объясняющих переменах. Для анализа ситуации, когда имеется авторегрессия, возможны разнообразные способы анализа. Так, если при анализе ряда динамики обнаруживается, что абсолютные приросты уровней примерно постоянны, то, естественно, что в этом случае можно рассчитывать средний абсолютный прирост как среднюю арифметическую и последовательно прибавлять его как к последующему уровню ряда столько раз, насколько периодов экстраполируется весь ряд. если исследуемый ряд периодов, например, ряд лет, вот если за исследуемый ряд лет годовые коэффициенты роста остаются более или менее постоянными, то в этом случае можно рассчитывать средний коэффициент роста и последний уровень ряда умножить на средний коэффициент роста в степени соответствующей периода экстраполяции. Далее. Учитывая, что между изменениями нескольких показателей существует зависимость, можно экстраполировать один ряд динамики на основе имеющихся сведений об изменении другого ряда, с ним связанного. Можно также экстраполировать ряды на основе выравнивания их по определенной аналитической формуле. То есть, зная уравнение для теоретических уровней и подставляя в него значения за пределами исследуемого ряда, можно рассматривать для данных вероятностные значения этой величины. Но это обычное применение тренда. То есть, иначе говоря, если у нас, например, имеется несколько точек за определенные моменты времени, мы можем построить сглаживающую функцию и по этой функции, может быть, и выйти уже даже за пределы того промежутка времени, на который у нас собрана статистическая информация. Вот если у нас имеется авторегрессия, то при прогнозировании можно и ее использовать. В частности, можно основываться на экстраполяции авторегрессионной функции уровней ряда. При этом методе изучаемый ряд динамики анализируется с точки зрения авторегрессии. То есть, вот эта лаговая переменная, она может нам помочь, так сказать, в данном случае исследовать и это явление. Итак, вот мы рассмотрели, значит, обычные статистические ряды, динамические ряды, то есть ряды, расположенные во времени. Теперь необходимо хотя бы несколько слов сказать об индексах, статистических индексах. То есть, индексы — это специфические статистические показатели, которые принято использовать в экономике, прежде всего, для того, чтобы отображать определенные явления, происходящие в экономике. А вот индексы принято классифицировать следующим образом. Значит, индексы — это показатели, отражающие сопоставление одноименных показателей. Прежде всего, это очень важно, что индексы — это именно показатели, отражающие сопоставление одноименных именно показателей по времени, в пространстве или плановых и фактических. Если мы соизмеряем, скажем, одни и те же величины в разные периоды времени, в разных точках пространства, либо то, что было запланировано и то, что получилось на самом деле, вот это и есть индексы. Надо сказать, что вот последний тип индексов, а именно сопоставление плановых и фактических величин в экономике имеет особенно большое значение. Дело в том, что в экономике постоянно приходится планировать, и в рыночной экономике в том числе, потому что, скажем, маркетинговый план и, скажем, внутрифирменное планирование, то есть то, что мы намечаем поставить на рынок, это, так сказать, именно план. То есть это решение, которое мы загодя принимаем, в его реализацию мы вкладываем определенные средства, а фактическая реализация, она уже зависит не только от наших действий и наших намерений, она зависит еще, скажем, от спроса, от намерений покупателей, их доходов, их предпочтений. То есть это случайная величина, и поэтому плановые показатели, они, как правило, не совпадают с фактическими. То есть план может оказаться завышенным, и в этом случае он будет перевыполнен, недовыполнен, и в этом случае возникают издержки завышения. Он может оказаться и заниженным, и в этом случае возникнут издержки занижения. Вот чтобы проиллюстрировать это, достаточно представить себе следующую ситуацию. Предположим, мы запланировали поставить на рынок определенную партию товара. Удалось реализовать не весь этот товар. Спрос оказался меньше. То есть план был таким образом завышен. Значит, непроданный товар, значит, средства в его производство, хранение, и, так сказать, может быть, он потеряет качество за время хранения. Вот эти средства, это и являются риском завышения, который, в свою очередь, вот риск завышения, это математическое ожидание издержек завышения. Таким образом, вот несовпадение плана и факта в сторону завышения порождает, с одной стороны, издержки завышения, но вместе с тем оно обязательно также порождает и издержки занижения. Потому что, когда мы планируем, мы ведь точно не знаем, будет у нас перевыполнен или недовыполнен наш план, и поэтому может оказаться и такая ситуация, что поставленный товар оказался недостаточным. То есть имеется спрос, мы могли бы поставить большее количество товаров, большее, иметь, соответственно, реализацию, доходы, и вот упущенный доход, упущенная доля на рынке, прибыль, все это отражает наши издержки занижения, и математическое ожидание этих издержек, это будет риск занижения. И таким образом, каждый раз, ориентируясь в любой хозяйственной ситуации, мы всегда так или иначе оперируем к этим понятиям. Надо сказать, что вот здесь мы подходим к одной очень, на самом деле, важной и глубокой проблеме для экономики вообще, это вот оценка рисков, экономических рисков, а также соотношение понятий случайности и неопределенности. Дело заключается в том, что вот эти риски, они присутствуют всегда, хотя они даже не всегда осознаются достаточно. Вот, например, многие брокеры, которые работают на бирже, на рынках, брокеры, трейдеры, скажем, на товарных биржах, на любых вообще биржах, они вот четко объясняют, что они ориентируются как бы на два чувства, которые в них борются, противоборствуют. Вот, первое из этих чувств – это страх, то есть страх, грубо говоря, потерять вложенные средства. Второе чувство – это жадность. Мы не говорим о качестве, так сказать, этих чувств, о нравственной оценке, но, тем не менее, они всегда присутствуют. Жадность – это желание получить определенный доход или прибыль. Так вот, страх и жадность – это и есть риски завышения и занижения, которые осознаются в данном случае как вот такие эмоциональные восприятия ожидаемых событий, и именно ими руководствуются реальные, вот реально действующие люди. И фактически в любой коммерческой операции всегда присутствуют эти риски, риск завышения, риск занижения, и они как раз и определяют поведение субъектов рынка, хозяйствующих субъектов. Это с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы измерить вот эти риски завышения и занижения, и делать с ними какие-то операции статистические, или вообще использовать их в принятии решений, необходимо сразу себе отдать отчет в том, что эти риски, они не являются статистическими в полном смысле этого слова. Дело заключается в том, что когда мы задумываем план поставки товара на рынок, то у нас нет и не может быть статистики ожидаемого покупательского спроса. Потому что спрос – это еще только то, что наступит. План-то мы задумываем заранее, а вот статистики о будущих данных у нас нету, и эту статистику мы заменяем реальными, так сказать, реальную статистику мы заменяем, например, экспертными оценками, в баллах, например, или какие-то там можем проводить предварительные опросы, скажем, собирать данные о мнениях людей. Но это уже не те объективные данные, с которыми привыкла работать обычная математическая статистика, а это данные, в которых огромное значение имеет субъективный фактор, и которые могут здесь играть иногда решающие значения. Но об этом мы еще сможем кратко коснуться этой темы немножко дальше. Сейчас же посмотрим несколько более подробно, рассмотрим индексы. Итак, вот в частности ряд индексов, коэффициентов роста с постоянной базой, которые сравниваются с постоянной базой, они называются базовыми индексами. А индексы, относящиеся к предыдущему периоду, называются цепными индексами. Ну вот эти термины, они очень полезны, особенно когда приходится работать с литературой. Просто надо знать, что такое базовые индексы, что такое цепные индексы. Просто надо знать эти термины. Но есть попытка, так сказать, нарисовать некоторый универсальный индекс. Отчасти это попытка, может быть, считаться удачной или неудачной. Но вот, тем не менее, вот здесь вот эта формула, она как бы представляет собой универсальное описание любого индекса. То есть здесь есть веса разных переменных с соответствующими вероятностями. Вот по этой формуле рассчитаны. Но это как бы универсальная формула. Любой индекс в той или иной мере сводится вот к этой формуле. Итак, вот теперь мы можем обратиться немножко к более такому, казалось бы, может быть, простому, на самом деле фундаментальному вопросу о том, что же такое статистические методы обработки информации. Вот мы говорили о методе главных компонентов, о методе максимального правдоподобия, о регрессионных зависимостях, динамических рядах, индексах. Все это, так сказать, математическая технология обработки статистических данных. Но эта математическая обработка, она опирается на определенный фундамент, на определенное понимание, вообще говоря, ситуации, в которой происходит эта обработка информации. Вот этим фундаментом являются такие понятия, как выборочный метод. Сам по себе выборочный метод. Значит, что это такое? Вот выборочный метод, во-первых, целью выборочного метода заключается в том, чтобы сократить объем выборки, потому что выборка, разумеется, не может быть бесконечной, и она не может охватывать слишком большие массивы информации, ну, по техническим причинам и по разным другим причинам, потому что это требует и времени, и затрат ресурсов и прочее. То есть улучшение информации за счет увеличения выборки может оказаться дороже, чем улучшение результата, который в результате этого увеличения объема получится. Итак, вот выборочный метод, это метод, основанный на том, заключающийся, точнее говоря, в том, чтобы оперировать не с всей генеральной совокупностью, это просто невозможно, ибо генеральная совокупность может быть даже бесконечной, а брать вот некоторые ограниченные число. При этом, однако, при проведении выборки, при осуществлении выборочного отбора, должны соблюдаться некоторые тоже правила. Вот должна быть обеспечена случайность отбора единиц. То есть каждая единица должна иметь равную с другими возможность быть отобранной. Вот это является одним из, так сказать, фундаментов математической теории выборочного метода. А выборочный метод, как я уже сказал, лежит, в общем-то, в основе всей математической статистики. Принцип случайности отбора при выборочном наблюдении позволяет рассматривать каждый признак, отбираемый единицей, как случайную величину. Теоремы теории вероятностей, относящиеся к закону больших чисел, составляют математическую основу выборочного метода. Ну, значит, закон больших чисел мы вообще-то рассматривали в других лекциях. Я сейчас не буду на нем подробно останавливаться. Но смысл его заключается в том, что с увеличением объемов выборки вот эти выборочные характеристики, они приближаются к теоретическим, математическим характеристикам распределения. Ну, например, средняя величина приближается к математическому ожиданию. Потому что средняя величина — это величина, подсчитанная на основе конкретной выборки, а математическое ожидание — это та теоретическая, нам вообще говоря, неизвестная величина, которая характеризует генеральную совокупность. Ну, а генеральная совокупность нам, так сказать, не дана физически. Итак, значит, вот исследуемая совокупность называется генеральной совокупностью. Вот. И, естественно, все ее характеристики они называют, носят название генеральных. Далее. Совокупность отобранных единиц носит название выборочной совокупности или просто выборки. И все ее характеристики также называются выборочными. Ну, это понятно. Это просто терминология, которой полезно, и которой нужно, так сказать, пользоваться при работе со статистическими данными. Ну, вот, дальше. На основе теорем закона больших чисел можно утверждать, что при достаточно большом объеме выборки выборочные характеристики мало отличаются от генеральных, если при достаточно большом числе наблюдений. Ну, вот здесь х с волной. Это выборочная характеристика, а это математическое ожидание. Это также дисперсия выборочная, это дисперсия для генеральной совокупности. Ну, в общем, они все приближаются друг к другу при увеличении объема выборки. Тем не менее, мы должны четко осознавать, и в этом, собственно, одна из задач математической статистики, что наша выборка, она имеет определенную неизбежную ошибку. Потому что все равно эта выборка, какая бы она ни была большая, и как бы она правильно ни собиралась, и вот ошибка выборки — это абсолютная величина разности между соответствующими выборочной и генеральной характеристиками. Далее, ошибка, как и сама характеристика, она тоже является случайной величиной, естественно. И вот, пользуясь теоремой Липунова, можно указать вероятность того, что ошибка выборки не превысит некоторую заданную величину. Ну и здесь еще есть один важный термин. Вот вероятность при этом называют доверительной вероятностью, а пределы, в которых с этой вероятностью может находиться генеральная характеристика, называют доверительными пределами или границами этой характеристики. Ну, надо сказать, что вот эти все определения, они были бы, так сказать, ну, просто определениями, но дело в том, что за ними стоит соответствующая методика, которая позволяет использовать вот эти понятия конструктивно, то есть непосредственно для расчетов и в конкретных статистических обследованиях. Ну вот, в частности, доверительные пределы генеральной совокупности и средней, они выражаются вот этими формулами, ну, которые можно преобразовать. Эти преобразования просто являются простыми алгебраическими преобразованиями. Здесь, по всей вероятности, не требуется существенных пояснений. Одним из важных понятий выборочного метода является понятие повторный выбор. Вот в чем смысл этого понятия? Вот смысл его заключается в том, что элементы выборки не изменяют, не уменьшают генеральной совокупности. Ну, представим себе такую ситуацию. Предположим, что у нас имеется некоторый ящик, в котором лежат шары разных цветов. И мы, так сказать, не глядя, достаем из этого ящика шары, и вот мы хотим оценить вероятность того, что каждый раз у нас будет получен шар того или иного цвета. Так вот, если шаров этих конечное количество, то каждый вынутый шар у нас изменяет уже ситуацию. Потому что уже раз мы один шар вынули, то в ящике осталось меньше шаров, и таким образом изменилась исходная ситуация. Поэтому вот повторный, слово повторный, оно отображает ту мысль, что мы как бы этот шар положили обратно, повторно. То есть, если мы вынули шар, посмотрели, потом положили обратно в ящик, перемешали и повторили процедуру заново. Вот при этом у нас будет обязательно равная вероятность каждого, каждого вот этого статистического испытания, то есть каждой выемки шара, и каждое последующее не будет зависеть от предыдущей. То есть будут соблюдены необходимые условия, которые обеспечивают правильность процедуры выбора. В этом случае вот имеют место некоторые формулы. Таким образом, здесь можно показать, что вот если мы выполняем, у нас соблюдается повторный выбор, тогда у нас вот дисперсия, она будет приближаться к математическому ожиданию вот с ростом объема выборки. То есть это у нас вот разность между выборочным, скажем, математическим ожиданием и выборочной, средней и математическим ожиданием, она будет приближаться, значит, эта разность будет приближаться к нулю. Итак, математическая теория выборки, о которой мы вот кратко говорили, она позволяет решать следующие основные задачи. Первое. С заданной доверительной вероятностью, то есть надежностью, устанавливать пределы генеральных характеристик на основе выборочных. Далее. Определять доверительную вероятность, что генеральная характеристика отличается от выборочной не более, чем на заданную величину. Обеспечивать вот это, это мы обобщаем, так сказать, уже сделанные выводы. Определять необходимый объем выборки. Вот это последний тоже очень важный момент. Обычно при статистической обработке информации важное значение имеет определение именно объема выборки. На каких объемах выборки можно остановиться с тем, чтобы обеспечивать те или иные интервалы доверительные. Ну вот для этого есть тоже соответствующие статистические методы. Я думаю, что сейчас нецелесообразно остановиться на них более подробно, потому что это все очень хорошо изложено в большом количестве литературных источников, в большом количестве литературных источников, которые вы можете посмотреть при необходимости. То есть, когда непосредственно вам представится необходимость ввести обработку статистической информации, то вот там всегда можно посмотреть вот эти конкретные технические приемы. Я думаю, что сейчас главное это прежде всего понять направленность этих методов, область их применения, смысл, вообще говоря, для которого вообще эти методы придуманы, разработаны и существуют. Обратимся теперь к некоторым, несколько к иному кругу вопросов, проблем, которые тесно связаны с этими вопросами, а именно к, вообще говоря, рассмотрению рынка и как рынок сам по себе влияет на порождение статистической ситуации, что такое, так сказать, вот эти сами случайные величины и сама статистика экономического характера. Как она формируется? Надо сказать, что вот это понимание, оно само по себе очень существенно. Ну вот есть в кибернетике такое понятие, называется черный ящик. То есть, допустим, мы имеем некоторый прибор, какой-то ящик, в куда поступает определенный сигнал на входе, и он выдает некоторый сигнал на выходе. И предполагайте, что мы совершенно не знаем устройство этого прибора. Вот обычная статистика, она позволяет нам раскрыть как бы содержание происходящего в этом ящике на основе математических методов. То есть, если мы наберем статистику входных сигналов и статистику выходных сигналов, то есть у нас как раз входные сигналы, это будут объясняющие переменные, а выходные сигналы, это вот будет результат. Мы можем, например, построить, посчитать корреляционную связь, регрессию, построить, может быть, какие-то более полные зависимости, ну, в смысле того, что если у нас имеется несколько входов, можем построить множественную регрессию. И таким образом мы уже можем как-то себе представить, что же, каков закон этого взаимодействия, входа от выхода. Но, тем не менее, вот это описание, оно все-таки будет очень грубым, очень приближенным, оно будет давать очень мало все-таки информации, если этот ящик действительно абсолютно черный. В том смысле, что если мы знаем только то, что имеются входные сигналы, и только то, что имеются выходные сигналы, и только та статистическая информация, которая у нас есть о входах и выходах. Если же мы что-то знаем об его именно устройстве, этого черного ящика, то есть он как бы является не черным, а как иногда выражается серым, то тогда у нас появляется возможность более строить более тонкие модели, более правильно отражать информацию и получать более качественные исследования статистических результатов. Вот поэтому, опираясь на все это, давайте обратимся к рассмотрению самой механики порождения случайности в условиях рынка. Это на самом деле очень интересный вопрос, и здесь мы сталкиваемся с некоторыми понятиями, которые, в общем, достаточно мало освещены в нашей литературе. Но вот прежде всего, скажем, большое значение имеет понятие, скажем, спекулятивного капитала. Мы все себе интуитивно достаточно представляем, что такое спекулянт, то есть, ну, так вроде спекулянт это тот человек, который покупает подешевле, перепродает подороже. Вот это и есть спекулянт. Отчасти это верно, так оно и есть, но дело в том, что спекулятивный капитал имеет очень большое значение вообще в экономике, в рыночной экономике. И поэтому его не следует воспринимать, так сказать, эмоционально с точки зрения хорошо это или плохо. Это просто элемент системы, в которой, который без этого элемента сама все вообще функционировать не может в принципе. Вот. И давайте посмотрим, какова же роль спекулятивного капитала и что это такое. Итак, вот, посмотрим на следующий рисунок. Вот здесь мы видим, что у нас изображен значит, рынок, рынок, это вообще, говоря, сфера обмена. То есть, это обмен между некоторыми субъектами рынка. Так вот, обмен обычно сопровождается с перемещением и преобразованием товара. Ну, например, если производитель произвел некоторое количество товара и потом его, грубо говоря, продал, то есть, произошел обмен товара на деньги, то товар перешел от производителя к покупателю, вот, и деньги перешли от покупателя к производителю. Произошло перемещение. А вот спекулятивный обмен, в отличие от обычного обмена, отличается тем, что здесь не происходит перемещение, физического перемещения, какого бы то ни было товара, а происходит чисто передача прав собственности. то есть, допустим, купил подешевле, это значит, принял в собственность, приобрел собственность, потом эту же самую собственность, без всякого ее преобразования и перемещения, опять продал и получил таким образом какой-то результат. Он может быть и отрицательным, в том числе, потому что можно на этом выиграть, и можно на этом еще и проиграть. Так вот, надо сказать, что спекулятивные операции, они, это не то, что, так сказать, нечто сопутствующее нашей сфере обмена, а они занимают огромное значение. Вот, в частности, на бирже спекулятивные операции занимают 97% от всех операций. При этом именно биржа, именно биржа, она как раз является вот этим инструментом массового обмена, причем обмена, который максимально приближен к так называемым условиям совершенной конкуренции, то есть обмена, когда происходит обмен однородным товаром, когда там нету давлеющего какого-то поставщика товара или его покупателя, так сказать, когда не происходит никаких других огрубляющих обстоятельств. Так вот, именно там формируется вот в процессе этих массовых обменов вот в таких условиях и формируется то, что мы, собственно, и видим в виде цены, то есть истинные пропорции, пропорции, которые и формируются вот на бирже. Итак, значит, и так вот, значит, есть спекулятивный капитал, который используется для спекулятивных операций. Из чего он складывается? Ну, он может складываться из, вообще говоря, любого, из долей любых составляющих, в том числе, это может быть часть основного капитала в виде акций или облигаций, это может быть оборотный капитал, это может быть временно свободные средства. Все это может использоваться для осуществления спекулятивных операций. Ну, надо сказать, что, вообще говоря, о спекулятивном капитале и спекулятивных операциях, их надо выделить от тех операций, которые связаны со страхованием, со страхованием самих этих операций. Вот, если имеет место страхование, то тогда это спекулятивно, тогда это уже будет не спекуляция, а так называемое хеджирование. То есть, если вы, допустим, покупаете такой пакет ценных бумаг, что у вас одна часть страхует от повышения, другая часть от понижения, вот, то вы, так сказать, страхуете себя, и у вас получается таким образом страхование, то есть, возникает вот это так называемое хеджирование. Далее. Теперь вот посмотрим, каковы функции спекулятивного капитала. Предположим, что мы рассматриваем два локальных рынка. Вот на одном из локальных рынков, ну, например, допустим, скажем, в городе Н, допустим, в Москве, допустим, имеется некоторый относительно дорогой товар, а в другом, скажем, месте или в другое время имеется локальный рынок, на котором имеется относительно дешевый товар. Значит, вот действие спекулянта состоит в том, что он перемещает собственность, а не сам товар, особенно это очевидно во времени, вот, потому что если он, скажем, перемещает его физически, то это уже не совсем спекуляция, это уже транспортная услуга, вот, но если он, скажем, просто его купил, подержал, потом продал, то вот это больше похоже на спекуляцию, тем не менее, это можно считать локальный рынок, ну, выделенный, в данном случае, по временному признаку. спекулятивный капитал выполняет несколько очень важных функций, очень важных функций. Вот эти функции перечислены на следующем рисунке. То есть, с одной стороны, он обеспечивает страхование рисков и стабилизацию. Дальше, он является, как вот мы уже отмечали, основным инструментом ценообразований. И, наконец, он очень важен для выравнивания диспропорций. Таким образом, вот мы видим, что спекулятивный капитал складывается из долей, из других видов капитала. Кроме того, это рисковый капитал, прежде всего. Ну, и, наконец, это обязательный элемент рынка, как такового, понимаемого, как сфера обмена, можно сказать, обмена веществ в экономике. А вообще говоря, в обычных условиях средняя доходность спекулятивного капитала должна быть невысокой. Потому что, покупая товар и желая его потом дороже продать, если нет диспропорций, если нет постоянно возобновляемых каких-то ситуаций такого рода, то, в принципе, продать, собственно говоря, трудно, более дорого то, что купил, собственно, за какие-то определенные деньги. и поэтому средняя вместе с тем, как уже я говорил, это рисковый капитал. Поэтому средняя доходность капитала, спекулятивного капитала, оказывается, не выше, вообще говоря, чем средняя доходность других видов финансовой деятельности. Вот, в частности, средняя доходность операции при удачном ее исходе, умноженная на вероятность удачного исхода, это будет средняя доходность капитала. Ну, это вот для любого, вообще говоря, капитала, и финансового, и производственного, и спекулятивного. Так вот, она оказывается примерно равной в ситуации, когда рынок находится, ну, в достаточно стабильном положении, когда нет вот таких значительных диспропорций. Капитал, как правило, перетекает из сферы с меньшей доходностью в сферы с большей доходностью. Так, если возникает такая ситуация, что спекулятивный капитал оказывается более доходным, чем производственный, то вот в этом случае происходит вот это уже нездоровое явление, когда значительная доля производственного капитала превращается в спекулятивный капитал. Потому что спекулятивный капитал оказывается в данном случае более быстро окупаемым, естественно, и вообще приносящим более высокий доход за более короткие сроки. И вообще говоря, это может привести к, конечно, очень клочевным результатам, то есть огромное количество, вообще говоря, всех видов капитала может перейти в спекулятивную сферу, и возникают большие диспропорции, и этот спекулятивный капитал может достичь гипермасштабов, что все это, конечно, негативное, очевидно, следствие. Но самый главный вывод, который из этого можно сделать, он заключается в том, что спекулятивный капитал является как бы не злом, а симптомом зла. То есть не болезнью, а ее проявлением. Болезнь состоит как раз в диспропорциях, в неправильном, в недостаточно нормальных условиях функционирования рынка. Вот теперь все-таки пояснить функции спекулятивного капитала, который он выполняет в нормальных условиях. Вот в нормальных условиях он, во-первых, выполняет функцию выравнивания диспропорций. Ну, например, если, скажем, в какой-то период времени или в каком-то месте возникает избыток какого-то товара, а в другом его меньше, то спекулянт, естественно, переводит этот товар или эти бумаги или, так сказать, что-то из одного сектора рынка, из дефицитного рынка в избыточный рынок. Потому что он как бы сам себя подпиливает сук, на котором сидит. Потому что он извлекает свой доход из того, из этой диспропорции. Но своим действием он эту диспропорцию устраняет, и, так сказать, если все нормально, то, по идее, должно получиться так, что придет равновесие, и спекулянту нечего будет делать. Это первая функция выравнивания диспропорций. Вторая функция – это ценообразование. Ну и третья функция – это перемещение. То есть как раз вот, значит, и третья функция – это удовлетворение вот этих вот потребностей на дефицитном рынке за счет избыточного. Значит, там выравниваются цены, и таким образом стабилизируется ситуация. Теперь вот, что же такое нормальные условия рынка? Значит, рынок может нормально функционировать при соблюдении следующих условий. Ну, когда имеется гарантия прав собственности участников рынка, соблюдение общих для всех участников условий обмена, антимонопольные и антимонопсольные законодательные меры. Ну, антимонопсольные – это чтобы покупатели тоже не могли давлеть на сферу обмена. Потому что если бывает так один покупатель, который, так сказать, и полностью заменяет собой, может диктовать, если он хорошо организован, так сказать, то тогда он тоже может внести определенные диспропорции. Далее. Да, вот мы еще не указали еще об одной важной функции капитала – это страхование рисков. Это еще одна из важных функций спекулятивного капитала. В чем она заключается? Она заключается в следующем. Предположим, скажем, производитель зерна, который хочет продать свое зерно загодя. То есть, это, скажем, зерно будущего урожая. Он приходит на зерновую биржу, продает свой урожай спекулянту, скажем. Спекулянт покупает у него этот товар. Право, вернее, на урожай будущего года. В чем здесь заключается страхование? Оно заключается в том, что производитель этого урожая, он уже, так сказать, застрахован. То есть, он уже получил сумму за тот урожай, который он еще только должен произвести. То есть, он, вообще-то говоря, получает и кредит, и страховку одновременно в виде уже проданного урожая. А спекулянт, в свою очередь, он, конечно, может перепродать этот товар дороже и таким образом на этом заработать. Но, в принципе, он может и не суметь это сделать. Тогда он, вообще говоря, и может потерять на этом. И таким образом получается, что он является страхователем рисков в этом смысле. И его выигрыш – это выигрыш именно за счет рисков. Просмотрим теперь в целом, что же такое представляет собой, вообще говоря, рынок, как механизм порождения вот всей этой ситуации, и как механизм обмена, и каковы, вообще говоря, есть ли у этого процесса обмена определенные закономерности. Вот на этом графике представлена так называемая паутинообразная модель рынка, которая изображает вот этот процесс формирования равновесия на рынке спроса, предложения, а также равенства цен и равенства объемов продаж. Что здесь показано? Вот эта вот линия зеленая – это линия предложения. То есть, это, значит, здесь у нас отложена цена. А смысл этой линии заключается в том, что чем выше цена товара, тем больше предложений готовы сделать поставщики. Имеется в виду суммарный, так сказать, поставщик. То есть, это не какой-то отдельный поставщик, а вот вся сумма поставщиков, которые поставляют на некоторый сектор рынка определенный однородный товар. Ну, почему такая кривая имеет такой вид? Это достаточно очевидно, вот, потому что чем выше цена, у него больше доход, он может расширить производство, использовать резервные мощности и так далее, с тем, чтобы увеличить предложение и тем самым получить большую прибыль. Поведение покупателя, вот этого среднего, тоже массового покупателя, оно представлено вот этой линией, которая, наоборот, убывает. То есть, чем ниже, чем выше цена, тем, так сказать, тем он меньше готов приобретать. Что же происходит далее? Итак, предположим, рассмотрим точку 1 на кривой предложения. То есть, производители поставляют товар в объеме V1 по цене C1. Это их первый, так сказать, начальный шаг. Обнаруживается, допустим, что вот по этой цене покупатели, по этой небольшой цене, покупатели готовы приобрести вот гораздо большее количество товара V2, то есть мы переходим в точку 2. Но вот такое количество товара производитель желает поставлять по большей цене, то есть он увеличивает поставку, увеличивает вместе с тем и цену, и ситуация переходит в точку 3. Но по этой цене покупатель уже, в свою очередь, не хочет покупать это количество товара. Ситуация переходит в точку 4 и так далее. Вот происходит этот процесс затухающий, который постепенно и приводит к ситуации равновесия. То есть, когда у нас возникает одинаковая цена предложения, равная цене спроса, и одинаковый объем предложения, равный цене объему спроса. Вот этот вот механизм, он, конечно, упрощенный. Он, конечно, так сказать, иллюстрирует только принцип действия рыночного механизма, хотя на самом деле, в общем-то, теоретическая экономика, по сути дела, опирается вот на этот механизм. Он имеет даже, я бы сказал, такое аксиоматическое значение. То есть это те простейшие, но очень важные, лежащие в основе всего прочего, понятия, которые формируют представление о том, что такое рыночный механизм, что такое рыночное поведение и что такое рыночное равновесие. Ну и, разумеется, что вот рынок, если он находится в состоянии равновесия, тогда соблюдаются и пропорции, в том числе между капиталами, скажем, спекулятивным, производственным, торговым и другими. Но ведь возможны разные ситуации. Вот, в частности, рынок может, например, быть, могут быть, ну, во-первых, диспропорции. И, в частности, иногда эти диспропорции поддерживаются, что является очень тоже, ну, так сказать, опасным, обоюдоострым оружием. Вот это очень легко проиллюстрировать на государственных льготах. Скажем, предположим, государство, допустим, удерживает какими-то мерами, скажем, дотациями или налоговыми льготами, скажем, низкие цены на какой-то товар для какой-то категории, скажем, покупателей. Беда здесь заключается в том, что эта мера, она, как правило, не доходит до той цели, на которую она направлена. Потому что изначально льгота предоставляется, скажем, для того, чтобы, скажем, какая-то категория покупателей, например, низкооплачиваемых, низкодоходных, получила эту льготу. Но именно сюда направляется, но именно эта мера, она создает стабильную диспропорцию. То есть всегда имеется определенный, скажем, товар или определенный способ с пониженной ценой. И этот же самый товар с более высокой, скажем, ценой. И это как раз является именно сферой наиболее активной деятельности спекулянтов, которые на этом, собственно, и наживаются. И поэтому искоренить это невозможно, иначе как попытаться вообще искоренить рынок как таковой. Но эта попытка, как мы знаем, не возымела успеха. Поэтому, значит, нужно искать другие меры. Ну, кроме того, у вот этого моторчика, вот этой паутинообразной модели рынка, по которой он действует, вот который мы только что видели на рисунке, у него есть, как и у всякого мотора, что называется, свои болезни и свои проблемы. Но, в частности, он может быть и неустойчивым. Вот это понятие неустойчивости, оно хорошо иллюстрируется следующим рисунком. Вот здесь мы видим, что здесь вот эта кривая, она идет, не сходится к определенному центру, к определенному равновесию, а наоборот раскручивается, и возникают, так сказать, все более возрастающие колебания, которые могут привести, так сказать, систему, что называется, в разнос. Она при этом теряет свои свойства, то есть рынок уже может перейти в какое-то новое качество, на какой-то новый уровень, скажем, более дорогих цен и так далее. Вот эти вопросы мы все рассматривали в аспекте, так сказать, статистики, в том смысле, что все вот эти механизмы, они порождают колебания. Они порождают колебания спроса, колебания предложения, колебания цен. И поэтому, зная их, можно все-таки более четко строить модели и отображать их на этих моделях статистических уже те реальности, которые мы исследуем. В этой связи уже большое значение приобретает не столько методы классической математической статистики, но тот же самый метод, о котором мы сегодня говорили, скажем, метод главных компонентов, метод максимального правдоподобия, а, скажем, именно умение правильно интерпретировать результаты статистической обработки данных, понимание их источников, понимание тех причин, которые порождают эти колебания, и их отражение в фактической статистике. Мы рассмотрим в заключении еще один очень важный пример того, как психология влияет на формирование результатов статистических наблюдений. Ну вот, прежде всего, скажем, случайные колебания цен на бирже. А вот это очень интересный пример того, как эти колебания формируются, порождаются, вообще говоря, чисто психологическими факторами, или, может быть, в основном психологическими, или в подавляющей степени. Вот на следующем рисунке мы видим, это так называемый рисунок «Время-деньги», на котором изображены, значит, во времени цена акции и прибыль на акцию. Ну, это, так сказать, просто здесь отображены некоторые события, и смысл заключается в следующем. Предположим, что имеется некоторая определенная цена акции, а не определенная акция приносит некоторую прибыль, достаточно хорошую. И вот имеется психологический настрой на то, ожидание того, что эта прибыль, она будет стабильна и будет, может быть, даже возрастать. Это только мнение, это не что иное, так сказать, просто ожидание, психологическое состояние людей, участвующих в этой игре, того, что вот прибыль будет возрастать. Исходя из этого ожидания, а именно соизмеряя свои риски, завышения и занижения, свой страх и свою жадность, а люди начинают стремиться покупать эти акции. А вот это стремление покупать акции, оно приводит к тому, что действительно идет скупка акций, и вот эта скупка акций, она действительно дает большую прибыль. То есть получается, что вот один тренд как бы сам тянет за собой другой, и вот эти обе линии, они идут вверх. Ну, здесь возможны некоторые случайные всякие колебания, более или менее значительные, но факт заключается в том, что это результат, фактический результат, отображает психологические ожидания. Ожидания воплощаются в результат. Далее это может достигнуть некоторого предела, когда прибыль на акцию уже, скажем, начинает почему-либо падать. Ну, причем это тоже причины могут быть самые разные. Они тоже далеко не, так сказать, физические, в том смысле, что здесь имеется нечто такое, что гарантированно приводит к этому результату. По некоторым причинам, скажем, может возникнуть подозрение, что прибыль перестанет расти. Или происходит насыщение, скажем, уже этими акциями. Или она сильно отрывается, скажем, цена от акций, скажем, вот этот рост цен намного превышает уже изначально. Вот этот отрыв, он тоже является психологически важным моментом. И вот тогда происходит изменение вот этих ожиданий, которые приводят к очень быстрому, может быть, иногда катастрофическому обвалу и сильному изменению ожидаемых результатов. Вот таким образом, говоря о разработке, о применении математических методов статистики, нужно прежде всего очень хорошо понимать, что же мы измеряем и какие вопросы мы хотим при этом исследовать. И вот надо сказать, что вот это понятие риска завышения, риска занижения, так сказать, жадности и страха, оно очень хорошо соотносится с понятиями рыночной модели рынка. Вот на этом следующем графике мы видим это соотношение наглядно. Вот здесь на верхней части рисунка изображена та же самая паутинообразная модель рынка. То есть это вот те же самые спрос и цена, значит, спрос, предложение и цена на графике. А вот на нижнем графике показаны субъективные риски. Вот можно сделать некоторые доказательства, достаточно корректные, математически корректные доказательства, что кривая предложения и кривая риска завышения, они между собой подобны. То есть, ну, можно сказать даже так, что фактически предложение и риск завышения, это примерно одна и та же кривая, но изображенная с помощью в разных системах отсчета. То есть здесь разный масштаб. А в принципе эта кривая, она похожа. А и точно так же кривая риска занижения, она подобна кривой спроса. Тоже здесь имеется подобие. Это очень важно, потому что мы, с одной стороны, анализируя рынок, можем проанализировать риски, а с другой стороны, что, пожалуй, еще важнее, мы можем, анализируя риски, сделать выводы насчет рынка. То есть получается таким образом, что если у нас происходит равновесие рисков, то есть если у нас уравнивается наш риск завышения и риск занижения, то вот это совпадение, оно как раз соответствует равенству спроса и предложения, а также равновесной цене на рынке. То есть, иначе говоря, очень важно то, что ориентируясь на собственные риски, человек может, вообще говоря, угадывать, так сказать, положение на рынке и таким образом получать нужные результаты. Но надо сказать, что вот это последнее тоже имеет особенно большое значение, но мы на следующих, на других лекциях подробно остановимся на этих вопросах. Но можно сказать так, что вот имеются статистические тоже методы, которые позволяют описывать поведение субъектов рынка, измеряя именно их риски. И вот здесь вот на этом рисунке мы теперь видим так называемую эволюционно-симулятивную модель, то есть модель, которая нам как раз описывает риски. Здесь в данном случае вот это фа, это фактический спрос, который зависит от целого ряда факторов. А вот эта штрафная функция, которая отражает риск завышения и риск занижения, и риск занижения, и вот это условие, которое отображает, так сказать, вот минимаксный риск, то есть который соответствует как раз равенству спроса и предложения. Итак, сегодня мы рассмотрели основные вопросы, касающиеся математической статистики, и в заключение посмотрим следующие вопросы для самопроверки. и литературу. Вот в этих последних книгах, в частности, изложены вот те вопросы, которые касаются анализа риска и оптимизации.